Здравствуйте, дорогие зрители! Нам очень приятно, что вы собрались. Мы приветствуем также тех, кто подходит сюда еще. Юлечка Руднева, Юля-визажист, Юля-парикмахер. Вот такой у нас сегодня тандем трех Юль. Я думаю, что получится что-то очень интересное и что-то очень яркое и выразительное. Хотим с вами поделиться нашими любимыми творческими задумками, ну, по крайней мере, так это со мной, потому что буду рассказывать о смоке. Предварительно я на очищенную кожу нанесла базу торговой марки ВИДЖИ. Это была слегка отбеливающая текстура, поэтому она улажняет, она ухаживает. Она сейчас хорошо села в тон кожи. Сейчас я беру BB-крем и просто прохожусь по центру лица, плавно растягивая тон от центра к периферии. У меня нет цели сделать плотную текстуру на коже для того, чтобы все-таки камеры HD могли прочитывать структуру кожи. Вы знаете, здесь что сейчас не модно плотный тон, потому что очень сильно в таком случае он заметен на коже. Очень часто спрашиваю, чем работаю, какими кистями работаю для нанесения баз и тона. Я говорю, что я люблю кисти торговой марки Сигма. Мне кажется, они вечные, мне кажется, это продолжение просто руки. Я уже только подумала, они уже все сами делают. Очень хорошая набитость, плотность кисточки. Их несколько форм, поэтому в зависимости от того, что я хочу сделать или от крупности черт лица моего клиента, я уже выбираю ту кисть, которая мне нужна. Люблю Beauty Blender, но все же пальцы и кисти – это наши друзья. Ну, конечно, и с аэрографом ничего не сравнится. Распределяю очень хорошо, когда идет обучение в базовой группе. Люди, которые никогда не работали с клиентом, иногда забывают о том, что нижняя челюсть – это тоже лицо. И что большинство ошибок все-таки фокусируются именно в зоне скул. Там не растягивается тональный крем. Слегка легкой фиксирующей пудрой я пройдусь для того, чтобы немножечко закрепить макияж. Это фирма Cover Cover, это Италия. Я даже не знаю, где ее у нас можно приобрести. Мне она нравится тем, что дает очень легкое покрытие. И в нее такой легкий шиммер. Кстати, приобретает все большую популярность для сценического макияжа, техника, кто правильно назовет, бейкинг, запекание с английского языка. У меня с английским не очень хорошо, поэтому я вам правильно и не скажу. Так вот, именно такие текстуры пудр и используются для того, чтобы воссоздать эту технику. Знаете, да, о чем я говорю? Хорошо. Ну и куда же без кремовой коррекции? Скловую коррекцию нравится мне делать кисточкой Box 2172, лопаточкой, плотно сбитая. Коррекцию буду делать жесткую, насыщенную. Смотрите, в данный момент я буду делать такую хитрость, скажем так, из длинных густых волос. Я хочу сделать такую маленькую трансформацию. Это будет первая трансформация в короткие волосы, да, в коре, скажем так. Некоторые техники это уже пользовались, но в данный момент, если сейчас это очень выигрышный вариант для того, что если, опять-таки, у вас есть какой-то материал, но, допустим, он не специально предназначен для определенных целей, а вам нужно что-то из чего-то создать, шедевр, то вы можете сейчас посмотреть, как бы подсмотреть некоторые моменты, которые вы можете потом использовать, совмещать, крепить, перекрывать некоторые моменты. Ну, скажем так, грубо говоря, создать роботофорию. Тон VG54 для скуловой коррекции в чистом виде достаточно темный, поэтому я его сейчас смешировала немножко с тоном и получила нужный мне оттенок. Наношу опорное пятно и потом буду мягко распределять. В последнее время кремовые текстуры завоевывают очень активно рынок. Все полюбили на них работать. Я считаю, что это справедливо, потому что они легко распределяются и естественнее, натуральнее смотрятся на коже. Вы наверняка сталкивались с тем, что когда вы делаете скуловую коррекцию с сухими текстурами, слегка садится препарат на волосиночки и из-за этого становится сильно заметен. Поскольку образ у нас предполагается сейчас такой вот насыщенный, драматичный, поэтому я безжалостно делаю скуловую коррекцию. Сейчас, глядя на Юлю, на ее яркую красоту, на внешность, мы видим сейчас брови скулы. Лицо очень рельефное, само по себе, красивое. Поэтому тот смоки, который мы сейчас будем делать, он на ней будет выглядеть потрясающе красиво. Я могу со своей стороны дополнить, что данный образ, наверное, очень характерно дополняет силу характера, да, самого как бы певицы, ну и, конечно же, дополняет образ артиста, потому что это близко к артисту, они очень часто перевоплощаются. Я думаю, каждый раз для них что-то новое, это уже привычное дело, скажем так. Юля улыбается и, наверное, подтверждается. Конечно. Беру корректор номер 49 и слегка перекрываю зону впадинки у переносицы. Более светленький цвет, чем цвет ее кожи. И обязательно зону под бровкой. Обратите внимание, что я поставила кисточку очень плотно под изломом брови, а потом легкими движениями распределяю к складке века. Так, я вижу, что у нас здесь произошла трансформация прически уже. Ну, завершается уже. Использовала для этого для меня очень... Есть хороший продукт, который мне в помощь, мой must-have. Текстурирующая пудра, прикорневая пудра, кто как ее называет. Просто некая цель направлена на какую-то определенную цель. Например, для укладки коротких волос. До прикорневого объема, да. Но просто я ее распробовала во всех моментах. Я ее использую как для прикорневого начеса. Очень хорошо, очень выгодно получается на волосах. Стекловидные, которые очень плохо падают в начесу. Это сокращает время начеса. Соответственно, примерно за пару-тройку движения могу сделать очень плотный начес хороший. Здесь мне это помогло, потому что я взбила массу волос. Я не буду переживать за то, что она у меня рассыпется и будет высыпаться с рук, либо с валика. Пудра придает жесткости. Поэтому волосы между собой очень хорошо соединились. И будут сохранять свою целостность. Продолжаем моделировать. Глазик. Тем же корректором, который я использовала для коррекции скул. Это номер 54 торговой марки VG. В котором я говорила, что он темно-насыщенный. Я сейчас и соединила зоны височной впадинки со внешним уголочком глаза. Моя обожаемая мною палетка Графтобиан. У многих она есть. Ромашечка такая. Я беру черный препарат. Хорошо, плотненько набираю на кисточку. И ставлю первые опорные пятна именно в уголочек глаза. Стараюсь работать таким образом, чтобы не было отпечатка на нижнем веке. Ускороглазкий вис. Очень легенькими движениями распределяю. Сейчас будет очень такой вот красивый, необычный, глубокий макияж. В данный момент использовала прикорневую пудру для того, чтобы когда буду крепить тресы на заколках, чтобы на наших скольких полосах тресы не ехали. Потому что я не выполняла лочес в этих зонах, чтобы, ну опять-таки, да не загрязнить работу. Чтобы не создавать петли лишние и было почище. Поэтому пудра нам придаст, уберет этот путь скольжения. Хочу задать вопрос относительно пудры, которая используется в парикмахерском искусстве сейчас очень часто. И многие компании очень интенсивно вводят ее в свой ассортимент продуктов. Но скажу по секрету, такая пудра даже есть у меня в моей сумочке. Почему? Потому что отличная штука в качестве того, если вы хотите сделать прикорневой объем, при этом там вообще не нужно никаких особых деталей. Я думаю, Юля об этом знает больше. Где ее еще можно использовать, каким образом? Да, такой естественный эффект она дает даже в повседневной жизни для клиента. Даже вот, кстати, вот была ситуация, когда, между прочим, клиент сам подсказал, поделился таким секретом, когда говорит, вот, есть, бывают такие, что направление роста волос падает на лицо, челка, если она имеется. И она сыпучая, да, то есть мы не перенаправляли ее, а и вклад, когда наносишь, создает эффект склеенности, то есть дискомфорт, соответственно. Поэтому используют пудру, она, единственный, скажем так, немножко минус является то, что она придает нужную пудрости. Но это не есть проблема. Сейчас у нас есть и блески аэрозольные. Можно, в принципе, да, создать себе текстуру, которую мы захотим, прикорневаем ее, и сверху можем, на определенной дистанции, просто распределить немножко блеска. Он эту матовость уберет. Поэтому она у моих клиентов пользуется популярностью, как и у невест при создании вечерних свадебных причесок, так и при укладке возрастных. У мамы, тещи, взрослых женщин, у которых, да, вот уже есть какие-то моменты, у нее густоты, но лос не хватает, и не хватает объема, которые говорят, ну, у меня прическа держится 20 минут, и потом все сразу объем весь падает. Поэтому это очень классный выигрышный вариант, и прическа держится объем до тех пор, пока клиент не помоет голову. На данный момент я креплю тресы так, перекрывая, скажем так, за стык, чтобы у нас не было эффекта, чтобы не было шва. И мы создаем эффект парика. Я вам говорила о том, что в начале нашего доклада, что я буду рассказывать, у меня просто есть тоже такие ситуации, когда, особенно тоже с клиентами, например, когда тебе невеста, допустим, невеста приходит за какой-то перед временем этой свадьбы, например, там, блондинка, да, набрали тресы, все уже отложили, мы в нем знать, уже все проконсультировали, что мы будем использовать, а потом заходили на свадьбу, с нас любят эксперименты, с яйцом, с волосами, со всем остальным, с кожей, и девушка покрасилась неудачно, то есть уже в полтона, где-то тон, мы не угадали, кто-то затеплился, кто-то захолодился, да, а ты как бы рассчитывать на то, что у тебя тресы лежат, и не хотелось бы такого нежданчика получить, там, за день или в день свадьбы, так, когда ты приходишь с одним цветом, а у тебя в полтона тон где-то гулять, клиентов, и все, как бы, а наша главная задача сделать комфорт, доставить комфорт клиенту, что, тем более, в такой ответственный, как бы, для него день, поэтому я бы рекомендовала, и у меня, в принципе, уже такая ситуация была, очень удачно с нее вышло, когда у вас есть пряди, дрессы, холодные, более холодные, да, и более теплые, когда мы начинаем их комбинировать, то есть это то, что это перемешка цвета, уже восприятие, немножко другое, ну, клиенту, соответственно, комфортнее, так. Ну, и, соответственно, вот, да, по поводу крепления трессов. Некоторые клиенты говорят, ну, кто работает, они знают, что есть клиенты, которые говорят, я не хочу начесывать волосы, это так травматично, и не делайте мне это, и все остальное, поэтому, если у вас есть клиенты, которые вот именно к таким отношениям к этой технике относятся, вариант 1, это использовать пудру, нанести пудру и просто на нее прикрепить дрессы. Рива тоже, клиент, подсказала мне, используя просто на чисто, хочется со мной прядь, она наносит хорошо, обильно лак, и уже на лак крепит дрессы. Сотест тоже, как бы, тормозит и очень хорошо кремится. Тем временем я растушевала черную кремовую текстуру, и слегка ее... я слегка ее запечатываю в тех участках, которые у меня будут оставаться темными. Взяла много кисточек, в основном они все пушистые, здесь и Людовик, и Шик, и Барокко. Они очень хорошо и легко будут распределять перламутровые текстуры. Два моих любимых цвета, Make Up For Ever. Через счета 66, да, тоже не нуждается в рекламе. Я ей сейчас, пока Юлечка рассказывала, легенько прошлась по краю моей тушевки. Она у меня подготовила место, куда я буду втушевывать более темные текстуры. Бровью буду заниматься вообще в самый последний момент. Я не знаю, Юлечка. Я не знаю, Юлечка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Спасибо, что вы с нами. Спасибо большое. Что касается образов, я буквально шесть лет назад была блондинкой, но не такой кардинальной, конечно же, и мне, в принципе, нравился этот образ, это было совершенно по-другому, ощущения другие, другой контингент мужчин на меня смотрел, это было заметно. Что касается сцены, безусловно, мне очень интересно меняться именно на сцене, потому что в жизни, безусловно, удобнее быть менее-менее заметной, но это лично мое такое состояние. На сцене интересно меняться полностью кардинально и в образах, и в прическах, и в мейкапах, и в стиле, все это всегда интересно, и мне очень нравится само перевоплощение, вот сам процессор. Если работает второй микрофон, как не у меня, так и у Артинста работает, процесс перевоплощения хорошо показан в клипе Будапешт, который мы сегодня сможем посмотреть, как создаются вот эти вот сами образы, допустим, кто создаёт, это больше стилисты или собственные идеи, потому что, в принципе, я ещё знаю, что есть собственная программа с этими же перевоплощениями, да, относительно клипа, допустим, и жизненных вот этих позиций. За что берёте ориентиры? Ну, скажу вот с самого начала, что когда мы начинали делать авторскую музыку, безусловно, мы обращались к украинским дизайнерам, и впредь я очень хочу поддерживать украинских дизайнеров. Что касается своих идей, ну, это совсем чуть-чуть, немного внедряется в общую команду, в общую цель, и концептуально уже мы тогда принимаем решение, моё это предложение или же предложение стилиста, ризажиста и парикмахера. В любом случае, это работает команда, и уже общий результат стоит за именем юбер. Относительно модных тенденций, да, вот то, что сейчас прослеживается, если мы разговариваем об украинских дизайнерах, у них есть разная одежда, да, это casual стиль, больше сценический, да, когда преобладает. Как относительно тенденций и стиля, что можно посоветовать, допустим, да, как подбирать по фигуре, то, что подходит, или то, что в бренде, на что ставить акцент. Но если говорить лично про меня, мне интересно авангард. И, в принципе, молодые дизайнеры украинские, они, в принципе, уже ориентируются, когда я прихожу к ним в шоу-рум, они понимают, что нужно что-то оригинальное. Что касается, чтобы я могла посоветовать, ну, в первую очередь, нужно отталкиваться от внутреннего состояния, и то, как женщина себя чувствует. Если ей комфортно в облегающем, безусловно, в чёрном, в облегающем, безусловно, это будет только выигрышное для неё самое. Вот такие мне личные пожелания. Спасибо. Я думаю, каждый сможет прислушаться к этому. И, конечно же, хотелось бы поподробнее узнать о программе, да, которая интересна своими образами. Это авторская программа. Что это? Да. Возможно, кто-то не видел или там хотел бы посмотреть в деталях, может, что-то расскажет. Ну, в первую очередь, конечно же, мы хотим в клипах максимально показывать разную сторону меня, там, как блондинки, как брюнетки, как рыжий. И это всё, естественно, будет транслироваться в клипах. Что новое, но в клипах будет всё видно. То есть, заходите, смотрите, слушайте. Правильно, это всё-таки творческий процесс. Иногда начинаешь с одного образа, да, но, тем не менее, за ночь приходит какая-то идея, и становится совсем всё другое. Я думаю, что сейчас несколько комментариев мы ещё получим от наших стилистов, которые работают на сцене. Напомню, у нас сегодня Юрия Намсёнова, у нас визажист, который создаёт образ. И, конечно же, параллельно работает Юрия Аксенита, это прямой стилист. У нас на экране уже яркая картинка появляется. Что вы добавили во время нашего мини-интервью, скажем так? Я постаралась не мешать разговору, насколько можно было. Сейчас у нас появился бирюзовый оттенок на чёрной тушёвке, и я добавила оранжевую в зону переносица. Он будет очень красиво бликовать при повороте головы. И, конечно, с таким макияжем пойти гулять или на вечеринку вряд ли представится возможным. Но как творческие, креативные акценты в образе смотрятся очень хорошо. Опускай, пожалуйста, глазки. Сейчас беру ПП фиолетового цвета. Всегда очень забавляют, как мастера с любовью называют инструменты свои материалы. Кистьюли, ПП, ППшечки. И только те, кто в теме, поймут, что ППшечка – это перламутровая пудра сокращённая. Мы практически полностью прячем чёрный цвет, который тушевали изначально. ППшечка, посмотри на меня. И у нас получается просто насыщенная бирюзовая дымка вокруг глаза. Таким образом мы вошли в цвет кожи. Я вам искренне рекомендую проделать подобную работу. Она не сложна в исполнении. Она просто требует чистоты, практики. Но я вам искренне рекомендую её прорепетировать дома, потому что вас это развивает. Вас это учит видеть цвет. Он может себя повести абсолютно по-разному. В нём могут заиграть оттенки, те, которые были незаметны изначально. И вообще, покупая перламутровые пудры, всегда старайтесь наносить их на какую-то базу. Потому что в коробочке она не будет так смотреться, как потом на той текстуре, которую вы нанесёте. И экспериментируйте. Сделайте подложку коричневую, сделайте бежевую. Вы будете удивлены. И думаю, вам понравится. Из-за наслоения прядей я могу использовать дополнительный крепёж, который я буду тоже грамотно фиксировать, чтобы не было заметно. У нас на волосах, тем более у нас бон, соответственно, будет подчеркивать любой крепёж, который мы могли бы использовать. Особенно, например, я использую всегда... Я никогда не выбираю, не покупаю невидимый цвет волос клиента. И у меня всё время мой крепёж — это чёрный или бронзовый, например, бронзового цвета. И я считаю, что вся фишка в том, что когда вы работаете крепёжом, вы должны зафиксировать его так, чтобы его не было заметно. Поэтому, если вы его так зафиксируете не заметно, то, в принципе, всё равно какого он цвета. Полностью поддерживаю вообще. Всё правильно. Крепёж заметным должен... не должен быть, однозначно. И ещё, пока мы разговаривали, я нанесла румяна и хайлайтер. Так. Где потерялась моя подводка? Я сейчас тоже уже использую другого качества пряди. То есть, если видно, допустим, это более тёплые желтя, да, то сейчас я использую более холодные, а не промелированные пряди. Больше, скажем так, персиковым. Персикового оттенка. Это смягчит. Немножко по-другому изыграет наш образ. Некоторые длинные пряди есть, ну, фиксируют так, что у меня получается как бы с заломом проходы, да. То есть, получается, весь у меня на четыре, допустим, прищепки был трес. Я могу, например, закрепить с одной стороны и потом сделать перенаправление на другую сторону, при этом, опять-таки, сохраняя и создавая змейку, ну, чтобы этого не было видно, да. Поэтому можно, в принципе, это грамотно сделать. И, опять-таки, да, так, например, если вы готовым образ на фотосессе, то есть, да, на какой-то определенный образ, на определенный ракурс. И нам не зачем акцентировать внимание назад, чтобы много крепить, много усилий, дресса, волос использовать назад, да, потому что нам это не надо, не запланировано. Поэтому можем использовать максимально все пряди, которые будут видны в профиле Венфас, так, чтобы отопиться здесь густоты максимального эффекта. Поэтому начинаем наслаивать. Ну, опять-таки, да, используем этот метод крепления тресов, скажем так, вместо парика, только в том случае, когда у вас есть какой-то головной убор, либо аксессуар, который будет немножко этот стык все-таки перекрывать. И не будет выдавать вашу фигу за глупого. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 46 номер, она перламутровая, такая золотисто-бежевая. И слегка пройдусь по кончикам бровей, чтобы придать ей золотистость. Она стала более текстурная Мне кажется, есть такие люди, которым войдет практически все Я думаю, что Юля относится к таким людям Зачастую так говорят об идеальной форме лица, допустим, да, когда любой образ подходит, в принципе, и можно смоделировать как угодно, я так понимаю Да, когда правильные черты лица, это очень... Это очень правильно Это очень правильно Но бывает очень скучно И вот индивидуальность, она как раз кроется в каких-то легких асимметриях Для тех, кто только к нам присоединился, мы хотим сообщить, что сейчас вы находитесь в зоне Мэй Каплайн Шоу Где только у нас звезды, артисты, спортсмены выступают в роли моделей В данном случае сейчас на сцене победительницы фабрики «Звезд 4» Это Юли Рут Уникальный человек, который согласился на перевоплощение Которое каждый сможет еще увидеть на страницах журнала «Макияж плюс Юпрофэшнл» Ну и конечно же на сцене у нас сегодня работают параллельно Юлия Нарасилова и Юлия Аксианина С ними вы тоже можете познакомиться У нас будет обязательно автограф-сессия, получить какие-то советы Ну и если у кого-либо есть еще свои вопросы, вы их тоже можете задавать Потому что у нас открытое общение, то есть мы не ставим какие-то опровещения относительно шоу Если есть какие-то вопросы, задавайте, поднимайте руку Или же можно просто выкрикивать, если вы, конечно, обладаете громким-громким голосом Да, я думаю, что все же поднимайте руку, задавайте вопросы Я думаю, они есть у каждого мастера И то, что вы здесь сегодня, то, что несмотря на тем, что пугают болезнями, гриппом Да, вы пришли для того, чтобы получить новое знание, вдохновиться Наверняка вам захочется узнать какие-то моменты Не переживайте, задавайте вопросы Нет пока вопросов? А я бы запомнила Ну, хорошо Улыбаются, пивают, хорошо Есть ли какие-то вопросы у вас по крепежу, по техникам, по стайлу? Тут уже можете задаваться Личные вопросы Относительно образа Я так понимаю, что он уже ближется к финалу, да? Я так понимаю, или нет? Да, образ близится к финалу У нас остались только интенсивные, наверное, с румяном или нет? Или еще будут просто губы? Губы И еще добавим цвета немножечко в тушевку Я сейчас даю возможность перламутровым пудром немножечко впитаться Предыдущую кремовую Всегда работая с кремовыми текстурами, девочки Не торопитесь У нас еще поступил вопрос относительно образа Что у него есть в названии или нет? Или вообще, что это за образ, скажем так? Мы, конечно, не видим еще полностью одежды, которая создаст нам идеальную картинку Но хотя бы давайте приоткроем немножечко карты Что это? Нет, мы не приоткроем Ага, то есть все смотрим до конца То есть мы не приоткроем Мы хотим с вами посоветоваться Знаете, иногда самые лучшие приходят идеи тогда, когда работает не один человек, а несколько Особенно, когда почтенная жюри может еще предложить какие-то идеи Одно могу сказать Юлечка Руднева настолько интеллигентная, аккуратная во всем Такая очень приятный человечек Ей просто не пойдет что-то мега грубое, вульгарное, тяжелое Поэтому хотелось яркости, хотелось выразительности Подчеркнуть ее индивидуальности Сдержанность Долго думали Но вы наверняка сталкиваетесь с людьми, которым понимаете Этому человеку не очень хорошо будет со светлым макияжем А этому человеку не идет яркий макияж Вы все это анализируете, вы все это видите И когда встречаетесь с той ситуацией, что вам нужно сделать что-то необычное, яркое, запоминающееся Вам нужно вытянуть из своих знаний все эти ваши навыки, ваш опыт жизненный Для того, чтобы передать максимально идею Юля относится к таким людям, которым не очень хорошо будет, когда будет белый макияж Потому что под тон своей кожи у нее такой желтоватый и оливковый Таким девочкам, когда мы убираем интенсивно синячки вокруг глаз Создается впечатление, что глазик стал маленький Вообще это очень все на самом деле сложно Знания нужно накапливать всегда Не бывает такое, что вы закончили базовый курс обучения И все уже знаете Просто прямо смотрим Поэтому анализируйте, запоминайте типажи внешности Кистей тоже должно быть много, девочки Когда у вас в руках есть выбор Вы можете сделать больше всего интересного Я в принципе завершила уже свою работу И как всегда мы должны, работая с клиентом, работаем либо в студии напротив зеркала Либо работаем на дому Как обычно условия не очень хорошие То есть низкие стулья, мало света Соответственно, как бы не всегда есть зеркало Поэтому мы, когда работаем с моделью, с клиентом Мы должны всегда посмотреть со всех сторон Со всех рактусов, чтобы у нас не было где-либо впадины Либо где-то наоборот, где-то больше объема Поэтому мыслить И доработки, если они таковые есть, мы их дорабатываем Я жду уже завершение образа Поэтому будем садить аксессуар И возможно что-то корректировать Сейчас беру перламутровую тень Номер 09 Торговая марка ВИДЖИ Экспериментируйте, смотрите Прямо глазки Субтитры сделал DimaTorzok И потом цвет с нижнего века С под нижнего ресничного ряда Я соединяюсь с бирюзой в уголочке И этим же цветом Иду по стыку По стыку двух цветов Фиолетового и предыдущего бирюзового Появляется глубина и насыщенность Перламутр хорошо работает на перламутре Получается очень красивое сочетание Голоски чуть-чуть вверх Так, хорошо Цвет карандаша для губ Будет достаточно такой выразительный Ягодный Но контур я не буду делать жестким Поэтому я растушую Его в центр губ Иду на увеличение Мы обсуждали этот вопрос Но Юля разрешила немножечко увеличить Губки Если вы обратили внимание Когда я наносила тон Я заходила на контур губ тоже Сейчас я верхнюю губочку Немножечко скругляю Мы же макияжем увеличили глазки Поэтому будет вполне логично Если мы увеличим зону губ Девочки, работая с губами Обязательно прорисовываем уголочки губ Обязательно о них нельзя забывать Вот Юлечка мне помогает Спасибо большое Потому что когда ваш клиент потом улыбается Либо если это модель на фотосессии То все это будет заметно Теперь закрываем Смотрите, я карандашик положила Проскостью и подтушевываю Немножечко от края губ В серединочке Таким образом Практически заполняю полностью губ Я иногда их вообще не использую Потому что с помощью кремовых текстур Можно создать все, что угодно Но карандаши для начинающих визажистов Очень важны Потому что тогда человек видит Куда он хочет дотянуть край губы И придаст четкость Конечно Этот цвет 903 Он благодаря тому, что в нем смешение есть и розового и персикового цвета Придает сразу вот такую вот удивительную свежесть Цвету кожи Особенно тем девочкам, у которых есть оливковый потом в коже Друзья, а пока завершается образ Давайте посмотрим клип Будапешт Который рассказывает историю любви в красивейшем городе Городе, который дарит свою красоту Так же, как Юля дарит свой талант и умение создавать фэшн-стиль Создавать фэшн-стиль И хочу напомнить, что сейчас над образом работает Юлия Новоселова И Юлия... И Ксения... Сейчас, простите Юлия Ксенита Ксения часто, наверное, путает У меня была кличка, когда так сильно, поэтому ненормально Ксения часто тоже нужна уже, да? Да, нужна, сейчас буду работать Спасибо Комплект Звука что-то нет У нас небольшая техническая Я хочу пока обратить внимание Посмотрите, насколько изменился человек Благодаря цвету волос Хотя, вообще-то, да Об изменениях только благодаря цвету волос сейчас сложно говорить Но мне, как визажисту, потому что рядышком кожа Рядом цветные пигменты Слушай И уже до завершим голубным укором А талантливого дизайнера наша, Катин Кикс Которая делает не бутафорию, а качественный продукт А я сейчас хочу еще раз представить у нас сегодня на сцене три Юлии Юлия Руднева Победительница фабрики «Звезд 4» Юлия Новоселова Визажист-стилист-чемпион мира по макияжу в Италии Обладатель Кубка Гран-3 «Невские берега» Вице-чемпион украинского визажа Активный участник множества фото и телепроектов Юлия Ксенита Парикмахер-стилист Дипломант множества конкурсов Вы сможете увидеть комментариями стилистов А в следующем номере журнала «Make Up and You Professional» Они такие... Да, чтобы прямо... Клодина по-клодинку Юлия Тянечка Тяжечка Ох уж этот творческий процесс Приблизительно так же это все происходит и на бэкстейджах Дорабатываем Для съемок клипов, журналов Очень Очень Все образы эксклюзивные Специально для «Make Up Trend Show» Все образы создавались Нигде до этого вы ни один из образов видеть не могли И для меня это большая честь Что мастера вот такого уровня Включая и дизайнера Катерину Потлову Сумели сделать вот такую потрясающую красоту Специально для «Make Up Trend Show» И редакции «Make Up and You Professional» И вот сейчас скажите Как можно назвать этот образ Вот необыкновенный Во всех отношениях Нет, она напоминает какую-то необычную принцессу Ну не зря «Шахматная королева» Ну не зря Мы назвали «Show Make Up Trend Show» Потому что именно наши мастера являются трендсеттерами В украинской бьюти-индустрии и фэшн-индустрии Руками этих мастеров создается мода